Без фильтра, фильтр здесь не очень помогает, но через, просто Ctrl-F, через поиск, найду Russian Federation, нахожу дальше строчку, соответствующую Украине. Вот строчка, разница между продолжительностью рабочей недели в среднем в России и Украине 0.28 часа. Эта разница, как мы видим, по сталпсу Significance, можем убедиться, по сталпсу Significance, незначима. Это по первому тесту Тамхейна. Найдем по второму тесту, опять же Russian Federation, находим Украину, та же самая разница, тот же самый Significance, единица, разница, незначима. Таким образом, мы проверили парные связи, ну, в каком-то мере парные связи, проверили пару стран на то, различаются ли средние значения по продолжительности труда в этих странах, по продолжительности рабочей недели в этих странах. Нет, не различаются. Ну, допустим, в Албании и Бельгии различаются. В принципе, Албания, поскольку в ней вроде как люди трудятся в самое продолжительное время, в самую продолжительную рабочую неделю имеют, она отличается от всех стран по этому параметру. Мы рассмотрели, как работает дисперсионный анализ, применение к категориальной группирующей переменной и интервальной переменной зависимой. Важно отметить, еще вот в этой табличке, это будет важно для регрессии, что, по сути, дисперсионный анализ разделяет всю вариацию, которую мы имеем в переменной зависимой, то есть переменной в данном случае, продолжительность рабочей недели, разделяет на две части. Внутригрупповую, то есть для каждой страны в данном случае, вариация загоняется внутрь, это внутригрупповая вариация. Точнее, вот внутригрупповая, а это межгрупповая. Чем больше межгрупповая вариация, и чем меньше внутригрупповая вариация, тем, соответственно, больше различаются средние. Потому что межгрупповая вариация, это и есть вариация между средними, а внутригрупповая вариация, это вариация, это самая вариация с отростками. Вот это вариация, внутрикруповая, вариация средних.